всем привет меня зовут именицкая ольга я владелец зоомагазина док сити наступает новый год и мы будем взрывать салюты кататься на санках кушать готовить оливье наряжать елки и в общем всячески развлекаться чтобы эти наши развлечения не принесли несчастье нашим любимым домашним животным я хотела бы рассказать про некоторые правила которые во первых всем владельцам кошек надо быть очень аккуратным с елкой мишура наша любимая также дождик и все прочие металлизированные украшения очень привлекательны для кошек они любят с ней играть и очень часто к сожалению глотают такое если кошка проглотит мишуру или кусочек дождика какой бы он маленький не был это может обернуться визитом к ветврачу и операции по поводу инородного тела потому что мишура не переваривается прилипает к стенке желудочно-кишечного тракта и естественным путем не выходит поэтому золотое правило для владельцев кошек никакой мишуры на елках никакого дождика никаких стеклянных игрушек которыми они тоже любят играть все исключительно железобетонное не бьющиеся ну и даже можно съедобно собак для собак основными новогодними опасностями является наш любимый салат оливье а также другие деликатесы которыми их любят угощать со стола и петарды фейерверки и петарды очень часто пугают собак настолько сильно что они вырываются у владельцев выкручивают головы из ошейника таким образом в предновогодние и первые дни после нового года вы можете либо приобрести шлейку а на шлейку еще можно повесить адресник и в принципе как можно меньше в эти периоды отпускать собак с поводка лучше перенести прогулки длинные прогулки без поводка на дневное время тогда взрывается собака боится взрывов и салютов даже находясь дома не только на улице то имеет смысл начать заранее примерно за 7 дней давать ей какой-то успокоительный препарат все они имеют накопительное действие поэтому давать их прямо в момент когда боится как правило не имеет никакого смысла спектра ценовой здесь достаточно большой и все они достаточно ценовой спектр здесь достаточно большой от кота баюна в районе 100 рублей до силио который в районе тысячи эффективность тоже немножко разная но лучше давать что-то недорогое чем не давать что делать оливье в общем то очевидно просто его не надо давать чтобы не попасть опять же ветеринарную клинику с отравлениями несварениями и панкреатитами и прочими неприятностями со стороны жкт так в общем то и все поздравляю вас с наступающим новым годом желаю встретить его весело и без